Основная цель сегодняшнего заседания заключается в том, чтобы рассмотреть проблемы реализации молодежных инициатив и проектов в Полевском городском округе. Сейчас стало все меньше активности со стороны молодежи. Участники школьной думы объясняют это большой нагрузкой в школе, поэтому некогда заниматься общественными проектами. Мы в каждом направлении деятельности проводили какие-либо мероприятия или действия, или акции и так далее. И разбивались сначала именно по этим направлениям. Затем это как-то то, что школьники действительно, Ярослав правильно говорит, что они заняты они совершенно. Те дети, которые и в спорте, и в творчестве, они везде участвуют. Те, кто нигде не участвует, они нигде не участвуют. И поэтому по направлению деятельности было сложно разбиться именно по комиссиям, по рабочим группам, как мы сейчас это называем. По словам Ярослава Коновалова, представителям молодежного парламента Свердловской области также не хватает активистам мотивации. Да и на реализацию проектов, помимо желания ребят участвовать в нем, нужны другие ресурсы. Для того, чтобы какой-то орган функционировал, нужно питать. Что это значит? Нужно финансирование. Финансирование должно быть либо на постоянный поток поставлено, и вопросы это решать должны явно не молодые люди. Ольга Хвостова признает, что школьная дума ограничена только рамками образовательных учреждений. И для того, чтобы им добиться реализации своих инициатив вне стен школы, необходима поддержка со стороны депутатов думы Полевского городского округа. Взрослые настроены на сотрудничество, но пока отдаленно представляют, чем занимается школьная дума. Хотя нужно наладить взаимодействие и достичь понимания. Для того, чтобы это было сделано, необходимо провести ряд каких-то мероприятий. Возможно, изменить положение школьной думы, полномочия депутатов городской думы. Возможно, действительно, по-другому немножко наладить взаимодействие, изменить систему общения. Вот в таком контексте, надеюсь, это все и будет в дальнейшем степени реализовываться. Первая встреча прошла немного сумбурно, много спорных моментов. Однако депутаты думы Полевского городского округа заинтересованы в школьной думе. В частности, Игорь Кулбаев попросил ребят пригласить его на их ближайшее собрание, чтобы понять, как они работают и чем смогут помочь им в администрации и думе Полевского городского округа. Игорь Соколов, Алексей Карипанов. Новости Полевского.